Мир вам, дорогая Церковь, народ Божий. За эту возможность, когда мы можем находиться в Доме Божьем, ну и, конечно, в центре нашего внимания, это Сам Господь, Его Святое Живое Слово, Благосовет наш Господь. Да, год, который вот, скажем, готовились, переход со старого в Новый год, и он уже начался, и вот он пошел, и с другой стороны казалось, а что поменялось? Я просто вас спрашиваю, ответьте себе. Что поменялось? Что новое? Вы встретили, вы имеете. Я вместе с вами. Хорошо? Ну, теперь давайте все-таки мы просмотрим. И я хочу все-таки ваше внимание и свое обратить на 4 главу Евангелия от Матфея, 16 стих. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране тени смертной воссиял свет. Слава нашему Господу! Как вы думаете, когда идет речь в этом повествовании, или в этом месте Священного Писания, о ком идет речь? Кто такой свет, великий свет, который увидели? Да, понятно, читающий Евангелие понимает, и мы знаем, это идет речь о нашем Господе Иисусе Христе, его воплощение, его рождение, приход на эту землю, благодаря нашему Господу. Ну, давайте мы все-таки затронем вот такую сторону состояния людей, жителей этой земли. Народ, сидящий во тьме. Как вам кажется, что это за состояние? Находиться вот в такой темряве. И нужно отметить следующее. Люди, которые находятся во тьме, они довольны этим. Это их устраивает. Это их, ну, стихия. Они просто согласны находиться в таком состоянии. Я не исключаю, кто-то будет возражать, но нужно признать, когда пришел Господь Иисус в этот мир, состояние мира духовное было вот такое. Одним словом называется мрак или тьма. И теперь пришел свет. Я хочу вместе с вами, ну, как подтверждение даже этой моей мысли, почему я так сказал, людям нравится во тьме сидеть. Это их стихия. Они довольны. Они хотят находиться вот в таком состоянии. Это не просто какая-то малая группа людей. Ну, представьте, Писание говорит, сидящий в стране, в стране тени смертной, находиться вот в таком состоянии, не подозревая, не думая, что это опасное состояние, что это критическое состояние. Но человек настолько привыкает, настолько соглашается с такими обстоятельствами и так проводит всю свою жизнь. Ну, конечно, когда так мы слышим или когда так говорим, понятно, там, за дверями молитвенного дома, на наших улицах, в наших городах, в наших, ну, скажем, странах, понятно, что это возможно. Я хочу вас предупредить. Не торопитесь с такими выводами. И я вместе с вами. Это не только за пределами молитвенного дома. Этот мрак может быть и внутри, там, где дети Божьи собираются. Где я, где любой из нас. И я, и мы можем не подозревать, что я нахожусь во мраке. А теперь, согласно Писанию, давайте мы и разберемся. Вникая в Евангелие и в себя, ну, во всяком случае, скажем, ну, хотя бы разоблачить то, с чем я оказался довольным или считаю свою позицию, это нормальное явление, но Писание меня будет обличать и говорить, что это ненормальное. Это есть тьма. Это есть тень смерти. Правда? Стоит об этом не просто поговорить, а посмотреть на самого себя, вникнуть в себя, согласно Евангелие, книге жизни. И, как я сказал, подтвердить эту мысль, почему это так, что люди довольны, сидящие во тьме. Христос в беседе с Никодимом, об этом мы читаем 3 глава, Евангелие Иоанна. И я здесь из этой главы возьму 3 стиха, 19, 20, 21. И вот в беседе с Никодимом Иисус говорит о состоянии людей этого мира. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди возлюбили более тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий делущий злое ненавидит свет и не идет к свету, чтобы обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Слава Господу! Ну а теперь все-таки это же не просто кто-то из апостолов сказал или из людей, или из выдающихся людей об этом сказал. Об этом заявил и сказал сам Господь Иисус. Суд состоит в том, что люди, послушайте, люди, это мы относимся к этой категории, к которому идет обращение. Люди, люди возлюбили, а это что такое? Возлюбили больше тьму, нежели свет. Как вам кажется, что это за состояние? Как я сказал, народ, сидящий во тьме, это им нравится, это их стихия, это их обычай, образ жизни, поведение, хождение и взаимоотношения одного с другим. Пришел свет, и казалось, устремись теперь к свету, обратись к свету, соединись, чтобы свет просто пронизал тебя, наполнил тебя, и ты был освещен светом. Внутри сознание, вся сущность, твои помышления, твое хождение, твое хождение, твоя внешность, чтобы было так же пропитано светом. И сегодня простой вопрос. Таким, я и вы, мы, представители света, дня или тьмы, посмотрев на нас со стороны, нашу внешность, что люди могут сказать о тебе, обо мне? Мы представители света или тьмы. Апостол Павел напоминает в послании эфесянам, в пятой главе, восьмым стихом, говорит такую истину. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. И дальше повеление. Поступайте, поступайте, как чадо света. Кому это относится? Ну, хорошо, там, к кефестской церкви. Это сегодня ко мне относится. Мы есть, мы есть чадо или дети света. И повеление Евангелия, повеление Евангелия, поступайте, как дети света. Слава Господу! Это повеление, это обращение, это призыв ко всем тем, кто внимает словами Евангелия. Сегодня я и каждый из нас. Ну и что? Если бы можно задать такой вопрос или спросить, расскажите, а как это вы делаете, поступая, как чадо света? Писание ставит нам вид. Вы были некогда тьма, некогда тьма, а теперь свет. Это одно и то же или разное? Это образ жизни то же самое или разное? Это поведение человека то же самое или разное? Это его разговор то же самое или разное? Его внешность то же самое или разное? Здесь я должен ответить честно, искренно и справедливо. Конечно, я отвечаю однозначно. Уверен, каждый из нас это скажет. Это все разное. Ничего общего у света со тьмой нет. На это я отвечаю. Аминь. И вот пришел свет в этот мир. Избавить род человеческий от того, чтобы во мраке не находились, чтобы наш образ жизни был во свете. Наше поведение, наши слова, наши отношения были озарены светом святого великого Бога нашего. Благодарение нашему Господу, церковь, народ Божий. Это меня ободряет и вдохновляет. Вдохновляет. Представьте себе, что Бог, Господь Иисус пришел, явил свет в этот мир. Но люди возлюбили. Казалось, на то время это в настоящей форме звучит. Возлюбили. Как вы думаете на сегодняшний день? Поменяло что-либо в роде человеческом? К сожалению, я прямо скажу, не думаю, что поменяло. Оно так и продолжает, к сожалению. Ну, хорошо, я бы так ответил, да? Ну, ладно, если бы там, за стенами молитвенного дома, а если это, а если это во мне или, может быть, в моей семье, тогда что? Я сам себе задаю вопрос, так что я люблю? Свет или тьму? Конечно, любой из нас, верующий человек, сразу будет спешить и говорить, свет, пусть будет так, и так оно должно быть, но в самом деле, но в самом деле, церковь, народ божий, то, о чем я говорю, я проезжу себе, себе самому об этом, говорю, проверяя, анализируя, и очень критично подхожу к самому себе. это будет намного справедливее. Итак, Бог, который явил свой свет, а теперь призывает в свое служение апостолов и поручает им то же самое продолжать и говорить об этом. Продолжение этой мысли или этой истины, я напомню, такое место Священного Писания, это будет Деяние апостолов, 26 глава, тоже три стиха я возьму с этой главы, 16, 17 и 18. Апостол Павла свидетельствует о том моменте встречи с Богом, когда он еще в своих намерениях направлялся в Дамаск расправляться с христианами, и тут на пути его встречает Господь Иисус в ярком свете. И вот свидетельство Павла о том событии, которое записано в 9 главе, а он в 26 свидетельствует. И вот его свидетельство, 16 стих. «Но встань» это обращение Христа к самому на то время Савлу, «но встань и встань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которые меня я теперь посылаю тебя». Это наша тема. Будьте внимательны. 18 стих. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу и верою меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Слава нашему Господу. Послушайте, Господь Иисус пришел, принес свет в этот мир, которым и сам является. Своих служителей с этой же целью направил свидетельств апостола Павла о его предназначении и служении, чтобы обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, чтобы обратились. Сегодня я хочу спрашивать всех вас, себя, ну и что же? Я, мы это сделали? Обратились от тьмы? Дело в том, что тьма или представитель, или скажем, под словом тьма есть личность. Здесь очень раскрывает апостол Павел свидетельство, кто эта личность. Сатана. Поэтому, если я люблю тьму, значит я на стороне врага души человеческой. Если тьму, если свет на стороне Бога, простой выбор. Или, скажем, третьего нету, нейтрального, или там, или там, и звук одно. Что же мы выбрали? Где мы стоим? Вы были некогда тьма, а теперь свет. Я просто спрошу или задам такой вопрос мужья. Если подойти к вашим женам и спросить свидетельство, что она скажет за тебя. В церкви он такой, а дома, вы дома его не видели? Или обратная? Муж, а ты что можешь за жену сказать? Видите, мы, как в церкви, в собрании народа, так дома, так, так само, на работе, так само, в магазинах, в транспорте, где угодно, мы есть представители света, безнесмены. И я к вам тоже несколько слов хочу сказать. Вы свет на работе или нет? Как вы относитесь к своим рабочим? Вот и все, вот и весь ответ. Зарплату вовремя даете им или нет? Правда? Очень просто. Ну, обязаны или вынуждены говорить, мы можем в любых сферах быть христиане, и в любых сферах мы должны являть свет. Должны являть свет для всех, кто нас окружает. А если люди, которые на нас работают, в моем бизнесе, то же самое являть для них свет. Это важно, это ценно. Или, или, что же все-таки за мной стоит? Или я на чьей стороне? Бог или сатана? Послание Колоссяна мы читаем. Первая глава, тринадцатый стих. Избавившего нас от власти тьмы и ввечего в царство возлюбленного сына своего. Слава нашему Господу. Послушайте, какое заявление, какая роль Господа Иисуса Христа, пришедшего в этот мир, спасая людей, избавляя, избавляя от царства, царства тьмы и вводит в царство возлюбленного сына своего, великий славный Бог. Благодаря нашему Господу. Послушайте, тьма это есть власть, которая доминирует, которая манипулирует человеком, который в оково своих держит. И человек так очень просто, как входит в тьму, так и выходит, так не получится. Для этого нужен освободитель, и человек, никто не в состоянии этого сделать. Это может, это может. Освобождение не явить только Бог. Верою в Него, как в обращении апостол Павел свидетельствует, верою в Него получить, получить это великое благословение с освященными. Благословие наш Господь. Давайте мы другое место еще коснемся. Апостол Петр, это уже другой апостол, в своем послании, первое послание, вторая глава, девятый стих, это идет обращение ко мне, к нам. Но вы, вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас, нас, из тьмы в чудный свой свет, из тьмы в чудный свой свет. Слава нашему Господу. Заметьте, христианин не может быть одной ногой во тьме, а другой ногой во свете быть. Нет. Или же свет, или же тьма. Середины нет. Серого не может быть. Границы верующего человека и неверующего не могут быть размытыми. Там жесткая, твердая граница, здесь свет, там тьма. Теперь мой образ жизни, мое поведение, мое отношение христианина. Так я во свете нахожусь, или мне хочется ну и там что-то ухватить, не упустить, ну и как-то не лишиться того благословения, которое принадлежит для церкви. Так не бывает. Не любите мира, ни того, что в мире. Похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская. Послушайте, о чем предупреждает евангелист или сам апостол уже Иоанн. Не любите мира. Мир любит тьму. Дела мира во тьме делаются, совершаются, потому что они в подчинении властелина тьмы. Некогда, некогда мы были тьма, а теперь свет в Господе. Итак, поступайте, поступайте, как чадо света. Звучит ко мне и каждому из нас обращение Евангелия. Давайте мы вспомним еще такое место Священного Писания. Апостол Павел. Послание к римлянам. 13 глава. Я возьму с 12 стиха. Ночь прошла, А день настал. Итак, отвергнем, послушайте, отвергнем дела тьмы и обличемся в оружие света. Будем вести себя как днем, благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попеченье о плоти не превращайте в похоти. Благодарение нашему Господу. Вот конкретный призыв к церкви, к народу Божьему, к верующему человеку. К верующему. Тьма прошла, а свет теперь светит. И дальше Писание говорит, отвергнем дела тьмы. Послушайте, миру это все нравится, дела тьмы. А теперь я задаю этот вопрос самому себе. Ну и что мы будем делать? Что-то мы повзаимствуем у этого мрака тьмы. Их дел, которые они делают, применяют и имеют, нет ничего общего. У света со тьмою. У света со тьмою. Вооружимся во оружие света. Я к этому еще, к этой мысли вернусь. Что это значит оружие света? И теперь заключительная мысль. Об этом я прочитаю евангелиста Иоанна в его послании. Это будет первое послание. И я возьму текст со второго стиха. Ну хотя немножко из первого стиха, вернее, из первой главы, седьмой стих. Первое послание Иоанна, первая глава, седьмой стих. Если, если ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь, и Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого, от всякого греха. Слава нашему Господу. Есть только условия, когда срабатывает кровь очищением на человека. Если, если ходим во свете, а если нет, увы, чтобы не случилось то, что в обращении апостола Павла было в послании к евреям, которые кровь завета попирают. Вы слышите, в каком можно быть состоянии? Или кровь завета очищает меня от всякого греха, когда я во свете нахожусь? Или я могу попирать кровь завета? Какое ужасное может быть состояние? Поэтому церковь, народ Божий, давайте будем по-особенному внимательны к нашему спасению, к призыву неба, чтобы мне и нам во свете Евангелия могущественно Бога находиться. Итак, Иоанна, как я сказал, теперь вторая глава, первое послание Иоанна, вторая глава, с восьмого стиха, несколько стихов я зачитаю, но обращение апостола, при том и новую заповедь пишу вам. Послушайте, церковь, послушайте, идет речь о заповеди, новую, и при том, и при том, новую заповедь пишу вам. Когда идет речь о заповеди, это что-то не просто важное, а из важного самое главное. Идет речь о заповеди, поэтому прислушайся, церковь, каждый сидящий в этом собрании, или даже по-другому скажу, каждая семья, направ свой взор сердца к этой мысли или этой истине. И дальше продолжает апостол и говорит следующее. Новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас. Слава нашему Господу. Правда, сильная надежда. То, что в нем, в Боге есть, оно уже доступно в нам и в нас. Имеем мы что-то особое, какую-то частицу, которая принадлежит Богу в тебе и во мне. А что это такое? Давайте посмотрим, что дальше говорит апостол. Потому что тьма проходит и истинный свет уже светит. Слава нашему Господу. По-другому, тьма не вечно. Тьма не вечно, и ей будет конец. Тьма не выдерживает присутствие великого Бога. Тьма бежит от лица Бога. Если еду вместо Богу в моем сердце, в моей жизни, тьмы там не будет места. Но если тьма имеет какое-то место, значит, там места Богу нет. Правда, очень просто, очень просто, но строго и повелительно, которое объявлено ко мне, у меня есть выбор, равно у каждого из вас тоже. И что же мы готовы выбрать? В этом году, который уже начался, поменять не то, что было в прошлом, а теперь мы с этим пришли в новый, и как-то что-то тянется там, старое прошлое. А что оно может быть? А вот давайте дальше мы продолжим следующий стих, девятый стих этой главы, второй. Кто говорит? Послушайте, церковь, это меня точно касается. Почему? Да я же так говорю о себе, что я есть сын дня, что я есть человек, который принял Христа, свет в свою личную жизнь. Поэтому я и говорю, да если вопрос любого задать из нас, здесь сидящих в собрании, что ты можешь сказать о себе, ты есть свет или тьма? Иоанн в свое время среди современников это слышал. И поэтому послание вынуждено он обращается, кто говорит, кто говорит, что он во свете. А дальше? А! Ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Послушайте, а я не думал так, а как-то это мне не приходило, может быть, не исключаю. Но послушайте, церковь, народ божий, а теперь меня эта истина или эта тема этой истины приводит меня к пересмотрению моих отношений. Я говорю, что я люблю или я говорю, что я во свете, а вместе с этим есть тот, которого я ненавижу. Писание мне хочу я, не хочу, согласен, не согласен, это мои проблемы. Прямо заявляю, то такой человек, такой человек находится во тьме. Давайте мы себя спросим. Мужья, отношения к женам у вас, что вы можете об этом сказать? Чисто, сердечно, искренно. Тьма или свет? Во взаимоотношениях. Или настолько натянутые взаимоотношения, настолько, ну терпеть не можем, больше этого скажу. Семьи рушатся. Почему? Тьму возлюбили, тьму возлюбили. Разводы это почерк тьмы, мир это делает. Церковь, это для нее чуждо, это не ее призыв, это не ее состояние. Ну, когда в семье рушится семья, или все трещит по швам, тьма пришла, властелин тьмы вторгся в семью. Там надо бить трубогу, что мы потеряли Бога, что мы отвернулись от Бога, поэтому нас постигла эта беда, потому что на моих устах я не люблю или еще что-то. Тьме дал я место, и она дала знать о себе в моей личной семье. Церковь, народ Божий, да поможет нам Господь. Я спешу, потому что смотрю время. Итак, давайте мы следующий, десятый стих. Кто любит брата своего, тот, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна. Слава нашему Господу. Если бы этот текст дали бы своим детям, сказали, прочитай. Ребенок прочитал, а потом задали бы вопрос, расскажи, что ты понял. Как вы думаете, дети все поняли? На мое удивление, дети прекрасно все поняли и сказали, надо любить, значит, во свете. А если не любишь, значит, и во тьме. И я сам себе отвечаю, значит, дети понимают, а взрослые ничего не могут понять. Странно, очень странно. И дальше продолжает апостол 11 стих, это последняя мысль. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма, тьма ослепила ему глаза. вот и все, вот и все. И теперь сам себе спрашиваю, Павел, ты все понял? Все. И что теперь будем делать? Так я возлюбил тьму или свет? Если свет, отношения начнут налаживаться. А теперь к той мысли, как я сказал, я еще вернусь. Воорушитесь, воорушитесь вооружие света. Оружие света, знаете, какие? Кайся, примиряемся, восстанавливаем общение и отношения. Там, где покаяние, там восстановление, там, где просят прощения, там идет примирение. Это, это оружие света. Церковь и семья, каждая семья и каждой в отдельности, владея этим оружием, всегда, всегда, во всякое время, не жди, что-то он должен первым каяться. Проси прощения, примиряйся, восстанавливайся и свет великого Бога будет торжествовать там, в твоей семье, в твоем сердце, в нашем общении, где бы мы ни находились. Это сложно, трудно. Так, что я выбрал? Ответим себе. И пусть Бог мира, сегодня мы об этом слышали, наполняет наше сердце и мы будем привязаны к Богу, пересмотрев свои отношения. В этом новом году, в этом новом году к бабушкам и дедушкам, к тещам, свекру, и свекру, и свекрови, к тещи, к тещу, тоже пересмотрим. Если натянуты, это тьма, это тьма, нет оправдания никому, никому, ни мне и никому не будет. Если отношения натянуты, а теперь этот год, пусть будет годом восстановления, примирения, да восторжествует свет в церкви, в народе, и пусть этот свет далеко отражается, чтобы и другие, увидев, шли, бежали и получали здесь освобождение. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok